Сергиевский район Сергиевский район Это стало возможным благодаря реализации национальных проектов. Инициатива президента Владимира Владимировича Путина, поддержанная губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым, стала мощным импульсом для развития не только страны, губернии, но и нашего района. И уже сегодня нам есть чем гордиться и есть о чем сказать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жители любого населенного пункта страны, любой улицы мечтают о хорошей дороге. Актуальна эта тема и для нашей территории. В этом году на улучшение улично-дорожных сетей было направлено более 60 миллионов рублей. Три улицы в Серноводске, три дороги в Суходоле, две в Сергиевске и тротуар. Трасса М-5, как одна из важнейших транспортных артерий страны, требует постоянного внимания со стороны дорожных служб. В этом году капитальный ремонт дороги на отрезке от Самары до границы с Оренбургской областью, который продолжался не один год, был завершен. Первый этап реконструкции был выполнен на областной трассе Урал-Сергиевск-Человершины. Это стало долгожданным событием для жителей муниципалитета. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году на территории Сергиевского района заметно преобразились улицы и дворы нескольких поселений, появились новые зоны отдыха и парки. Все это стало возможным благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Благоустроенные дворы с детскими и спортивными площадками, скамейками, появились в Серноводске и Суходоле. Новый парк объединил два населенных пункта – Сургут и Суходол. На месте бывшего пустыря разместились скалодром и тренажерная площадка, детская игровая зона, веревочный парк. Большое внимание было уделено жилищной сфере. За 2019 год в Сергиевском районе введено 15 700 квадратных метров жилья. 917 из них в рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Выданы земельные участки семьи многодетным, 11 молодым и трем семьям с детьми инвалидами. Социальные выплаты на приобретение жилья получили труженик тыла и вдова участника войны. Обеспечено жильем 6 детей-сирот. 10 семей получили выплаты в рамках программы «Молодой семье. Доступное жилье». В Сергиевском районе не только стало комфортнее жить, но и проводить досуг. Открытие современного центра семейного чтения на базе Центральной районной библиотеки произвело настоящий фурор среди школьников и студентов, а также их родителей. Яркое современное здание с не менее привлекательным дизайном внутри стало настоящим местом притяжения для многих жителей нашего района. Опыт реализации национального проекта «Культура» на нашей территории был признан передовым на федеральном уровне. Удобно, это ярко, это интересно, это все по-разному. То есть зона так с такой мебелью, с такой мебелью, с такими стеллажами, с другими стеллажами. Это очень здорово все сделано, просто великолепно. При реализации этого проекта самое главное – это потребности конкретного населения. Это обязательно, это комплектование, это книжные фонды, это обычные бумажные книги. В канун новогодних праздников получили долгожданный подарок и жители села Воротнее. Праздничные мероприятия прошли в обновленном Доме культуры. В рамках реализации программы устойчивого развития сельских территорий этот объект, объект культуры, был единственный, который был реконструирован в Самарской области. Сергиевский район здесь находится на передовых позициях. И кроме всего прочего, в участии в новой государственной программе комплексного развития сельских территорий, Сергиевский район также продолжает занимать активную позицию и находится в лидерах даже среди всех субъектов Российской Федерации. Даже закоренелые скептики поверили в эффективность реализации национальных проектов после того, как в нашем районе открылся кинотеатр. Кто бы мог подумать, что мечта многих жителей района, особенно молодежи, воплотится в жизнь. Поверьте, стоит выделить время на культ поход. Такое замечательное событие у нас в районе. Решили поэтому посетить открытие. Такой незабываемый момент, очень удобный и рады, что такое у нас событие в районе. Преобразилась в этом году и детская поликлиника Сергиевской центральной районной больницы. Уже на входе хорошее настроение создает новый современный интерьер в оранжево-зеленом дизайне с растительными рисунками. Подробно проработан и вопрос обозначения кабинетов. Теперь в здании легко ориентироваться. Зашли, очень удивились, так стало хорошо, уютно, прям красиво. В селе Верхняя Орлянка в эксплуатацию сдано здание нового Пельшишко-Акушерского пункта. Сейчас идет его оснащение современным оборудованием. Прекрасное здание, мы очень рады и спасибо большое нашему руководству. В летний период существенный объем работ был выполнен в образовательных учреждениях Сергиевского района. Глобальные изменения произошли в Сидоровской школе. Здесь поменяли кровлю, инженерные сети, окна и двери, выполнили внутреннюю отделку помещений. Мне очень нравится и очень рада, что наконец-то с нового учебного года наши детки и мы пойдем в такую красивую отремонтированную школу. В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в двух образовательных учреждениях района были созданы центры цифрового и гуманитарного профиля «Точки роста», оборудованные по последнему слову техникой. Мы с учителем ОБЖ рассматривали манекенов, на которых он показывал нам первую помощь человеку. На данном шлеме можно скачивать разные программы и рисовать в специальных комнатах, собирать разные фигуры. В октябре на базе структурного подразделения Сергеевской школы номер один «Поиск» открылся мини-технопарк. Здесь проходят занятия по техническому творчеству с использованием современных наборов для робототехники и мощнейших компьютеров. Цель всех этих преобразований – вырастить из маленьких, увлеченных людей, настоящих мастеров своего дела, владеющих новейшими технологиями и умеющими применять их в жизни. Уходящий год ознаменовался стабильным развитием сельскохозяйственного сектора и экономики муниципалитета. Наиболее важными событиями в сфере АПК стали ввод в эксплуатацию уникального для нашей области зерносушильного комплекса на предприятии, специализирующемся на производстве подсолнечного масла «Ойл Агро». Оборудован он по новой термомасляной технологии, многие годы активно используемой за рубежом. Свою нишу заняли уже довольно-таки твердо, уверенно. Все масло, которое вырабатываем, оно реализуется. Есть постоянные покупатели. Наша масло пользуется спросом, она как бы уже стала неким брендом. Поражает своими масштабами и строительство современного технологичного помещения для крупного рогатого скота площадью почти 400 квадратных метров на ферме Олега Гаврилова, расположенной в поселке Сок. Здесь все продумано до мелочей. Прорезиненные теплые постилки для комфортной зимовки, механические поилки, подающие воду по требованию животного, современная флюгерная вытяжка, позволяющая максимально улучшить климат внутри коровника. Строим, подымаем, идем дальше, движемся, не стоим на месте. Одним из значимых событий уходящего года стало строительство нового водопровода в селе Кондабулак, на который было выделено 60 миллионов рублей. Были выполнены работы по укладке труб, смонтированы колодцы, завершено возведение водонапорной башни. Стоит отметить, что в рамках национального проекта «Экология» проект Сергеевского района был дан в эксплуатацию первым в России. Это уникальный объект с точки зрения скорости реализации этого проекта, и он является первым в Российской Федерации, который вводится по этому национальному проекту «Чистая вода». Я очень-очень рад искренне за жителей села Кондабулак. Кондабулак – не единственное село, где будет налажено водоснабжение. В настоящее время работы по строительству водовода ведутся в Калиновке. Их завершение запланировано на следующий, 2020 год. Показательно, что из шести проектов Самарской области, реализуемых в рамках нацпроекта «Экология», две заявки от Сергеевского района. 13-м национальным проектом называют программу развития сельских территорий. Сергеевский район одним из первых в России подал заявку на участие с проектом «Комплексное развитие поселка Светлодольск», предполагающим капитальный ремонт школы, дома культуры, строительство сетей водоснабжения. На эти цели район получит порядка 200 миллионов рублей. В Светлодольске в 2020 году стартует и еще один масштабный проект. 400 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство будут обеспечены инженерной инфраструктурой. Это один из первых поселков на территории Самарской области, который подал комплексную заявку и сделал паспорт проекта, удовлетворяющий федеральные органы власти. Завершится строительство дорог и в зоне будущей малоэтажной застройки поселка Сургут. В этом году здесь на 173 участках проложили сети водоснабжения и газ. Важно отметить, что многие проекты, направленные на повышение качества жизни в Сергеевском районе, реализованы благодаря программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Именно этот опыт муниципалитет представил в октябре на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень в Москве» и получил диплом первой степени и золотую медаль. Тот темп, который мы взяли, те проблемы, которые мы включили, и включаем в эти проектные документации, которые на будущее зарождаются, работают, говорит о том, что мы идем в правильном направлении. Пользуясь случаем, я бы хотел поздравить всех жителей Сергеевского района с наступающим Новым годом. Я хочу пожелать, чтобы в их домах был всегда уют, был всегда смех, и чтобы все были здоровы. С Новым годом, дорогие друзья! С 1 января 2019 года Самарская область перешла на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами. Реформа вызвала массу вопросов, однако Сергеевский район справился с внедрением нововведений в жизнь лучше других. Охват населения услугой вывоза ТБО к концу 2019 года приблизился к 100%. Дополнительно удалось организовать вывоз мусора в 21 населенном пункте района. В рейтинге по собираемости платы за услугу муниципалитет вышел на второе место в области с показателем 76%. Сразу решение нужно было предложить, раз вы потребность четко рассчитали. В первую очередь отдать тем муниципалитетам, которые уже в соглашении заключили. Вот коллеги занимаются вопросом, понимают, чувствуют свою ответственность. Вот в первую очередь с ними соотношение меняется. В ближайшее время в Самарской области будут построены 4 современных мусороперерабатывающих комплекса. Одним из первых этот объект появится именно в Сергеевском районе. Финальной точкой 2019 года стала великолепная победа сборной Сергеевского района в общем зачете Спартакеады Самарской области. Этот успех стал уже 21 за последний четверть века, что подтверждает силу спортивного движения на территории нашего муниципалитета. Ежегодные соревнования проводились с января по декабрь по 20 дисциплинам, в которых участвовали команды из 27 районов губернии. Наша команда завоевала первое место в общем зачете, сумев значительно опередить сборные Волгского и Безинчукского районов. Переходящий кубок был вручен 17 декабря в Самаре. И это далеко не полный список достижений и побед. Чтобы оценить масштаб проделанной работы в уходящем году, достаточно обратиться к главному финансовому документу нашего района – бюджету. Муниципальная казна вплотную приблизилась к рубежу в полтора миллиарда рублей. Под занавес 2019 года высокой оценки удостоилась управленческая команда администрации Сергеевского района. Благодарностью губернатора Самарской области отмечен наш муниципалитет за вклад в достижение показателей, утвержденных президентом Российской Федерации. В преддверии Нового года Сергеевский район был удостоен еще одной награды. Дмитрий Азаров высоко оценил работу главы Сергеевского района Алексея Веселова. За большой вклад в развитие и совершенствование местного самоуправления Алексей Александрович получил госнаграду «Заслуженный работник органов местного самоуправления Самарской области». Все эти аспекты позволяют получить представление о том, какой насыщенный год мы провожаем и какая ответственность у нас перед годом наступающим. Ведь 2020-й мы должны отработать так, чтобы позитивных изменений было больше. И для этого сделан хороший задел. Уже сейчас можно говорить о том, что в нашем районе появится ледовый дворец, а лимб распрощается с энергозатратной воздухоопорной конструкцией и появится долгожданный стационарный универсальный зал. Обновится дом культуры в селе Илшанка. Грандиозные преобразования коснутся не только поселка Светлодольск. Благодаря тесной работе с Министерством сельского хозяйства Самарской области более полумиллиарда рублей будет направлено на ремонт дорог и тротуаров, установку освещения в отдаленных от центра населенных пунктах. Планов много, а это значит, что новогодние праздники – это лишь небольшая передышка перед новым насыщенным на дела и свершение этапом. Продолжение следует...